Оперативное совещание началось с поздравительных слов главы. Доброго, коллеги. Начнем с приятных моментов. С наступающим праздником хотел бы вас поздравить с крещением. Всех, кому здоровье позволяет, приглашаем к 10 часам в баню для прохождения процедур этих приятных. Ну а кто не сможет, вашим семьям, родным, близким, всем без исключения здоровья, всего самого доброго. За проделанную работу ТСК Мосэнерго отчитался руководитель организации. Прошедшую неделю по тепловым сетям устраняли высечку в районе Советский 47, ГВС, выходные Будемова 4, сегодня, наверное, продолжим, и Советский 34. По канализации проводили вызовы, работали по вызовам по откачке и устранить засору. И по водопроводу проводили промывку ОХВС, это Ленина, Пионерская, Безымянная, Комсомольская, Калина, Перелоз Комсомоль. В целом, основа, как нормальная. В основном город с теплом, это радует. Есть проблемы на некие участки. Денис Олегович, здесь у нас. Значит, дом номер 5 совместно с ТСК я уже говорил. Вы там решили эту проблему или нет? Да, решили. На самом деле, одна квартира угловая осталась. Сейчас потом убедаем за ней. Значит, выясните, почему. Еще раз, Виталий Федорович, шайбы, все остальное, технические решения мы всегда принимаем. Но если люди начинают замерзать, жители, то нас эти шайбы не интересуют. Найти нужно техническое решение, чтобы жители были с теплом. И экономия ваша, и все остальное никого уже на сегодняшний день не интересует, если жители замерзают. Сотрудники управляющей компании «Ленком» были сконцентрированы на уборке снега, выпавшего в прошедшие выходные, а также проведении ремонтных работ по отоплению и ремонту подъездов. Прошедшая неделя была относительно напряженной, сложной. С вторника убирали последствия ночного снегопада. Убирали практически три дня и бульвары, и скверы, и жилые дома. И в субботу вечером опять снегопад, и в воскресенье пришлось вводить всю технику, всех людей. Вчера в 7 утра делали объезд по городу, определяли, что убирать, и продолжали до вечера производить уборку. Очень осложняет машину в дворах некоторых. Такие Качкаловы 3, Горьковы 1, 2, 3, Томской 17, Томской 11. Трактора там постпроекта не могут. И вот вчера мы тоже убирали грейдером ССК 36, а практически полдома выше с лопатой мы помогали вместе с грейдером. Весь ввод вылезали до свадьбы. Спасибо таким собственникам, которые нам помогают. Так, по отключениям, отключали 12, 13 и 14, ССК 40, меняли задвижки по отоплению, Ленина 61, тоже провели ремонтную работу по отоплению, и ССК 41, тоже меняли задвижки по отоплению. Наконец-то решили вопрос с отоплением переулка Мсомольский дом 1. Сейчас там более-менее нормально. Продолжаем работу по ремонту подъезда от ССК 28 до ССК 24, и меняли лампу по городу, и меняли предохранительную ТП-320. Остальная работа по плану. Хорошо, после оперативки с Ильей Владимировичем, зайдите ко мне. Во-вторых, всех касается дорожников, всех служб, идет следующий очередной снегопад, поэтому расслабляться не приходится. Просили снега, получите. Все переживали, что без снега, без него. Так что готовимся к следующим работам. Но не только убираем, но и планируем вывозку. Барханы большие, необходимо еще вывозить. Особенно с тех мест, где массовое пребывание наших жителей. Это площади, бульвары, скверы. Вот здесь необходимо особое внимание. В электрогорском филиале Мособлэнерго неделя выдалась сложная и с технологическими нарушениями. Также продолжается решение вопроса по подаче электроэнергии на Чикалово-3. По Чикалово, я знаю, что и Денис Олегович, и вы были там на совещании в курсе. Все-таки, когда мы запустим дом окончательно? Так, насколько я понимаю, сейчас проблема опять в питающем центре. Допуск сотрудников, управляющих компанией на круг города для завода кабельной трассы и разделки. И подключение. Допуски какие только можно было? Ну, там только рассматривать в течение недели. Да, там, конечно, в чем делать. Каждый раз требования, там требования определенные. Но пока, я так понимаю, еще не зашли. На пятницу точно никто не зашел. Еще раз, Денис Олегович, необходимо при помощи говорить. Денис Олегович, помощь необходима столько гроз, по возможности, чтобы нас побыстрее допустил. У нас, с этой стороны, все документы оформили, они долго рассматривались. Хорошо, что же возьмите на контроль? Ну, не все так плохо, на самом деле. Работа-то движется. Я могу сказать, скажем, Чикалово, да, но у нас сейчас юго-западный район. Вот эту проблему тоже уже снимаем. Я думаю, в ближайшее время абонентов будем подключать. Под станцию включили, она уже на проблении сейчас стоит, на комплексном. Вот, линию также включили. Вот, думаю, что на этой неделе все будет цепляться. МБУ Дорожное хозяйство и благоустройство в городском округе Электрогорск, Московской области, проводило работы по уборке снега. Прошедшие недели работают по оборудованию графики, и по оборудованию условия. Значит, работа организовывается в ночное время, в выходные дни, в две смены даже иногда. Вот, ну, все остальное в рабочем порядке. Такие организации, как ТСЖ Наш Дом, ТСЖ Витязь и ЗАО Сахареу, также выполняли работы по уборке снега. В МОПДЭС проводились работы в штатном режиме. Предприятие работало на прошлой неделе в штатном режиме, осуществляли контроль по исполнению муниципальных контрактов, по уличному освещению, по очистке внутриквартальных дорог. Совместно с подрядной организацией, ЛИНКОМ, делали объезды по дворам, замечания все доводились ответственным лицам. Основной вопрос, как было озвучено ранее, это уборка снега, где стоят машины. Поэтому, то есть, заложенность, надо организовывать работу, то есть, как-то или в выходные дни вешать объявления. Занимались подготовкой проруды для... Все готово? Да, все готово. Значит, раздевалки в бане будут предоставлены с девяти вечера, будет организован горячий чай. Остальное все хорошо, что порядок. До часа ночи. Хорошо. О работе МФЦ отчиталась руководитель учреждения Лариса Рассохина. На прошлой неделе в центре работы в штатном режиме вели прием граждан, занимались подготовкой отчетов. За период с 11 по 17 января оказывали 155 штук. В ЕДДС чрезвычайных ситуаций за прошедшую неделю не зарегистрировано. Единая дежурная диспетчерская служба 112 функционирует в режиме поседневной деятельности. За прошедшую неделю в штатном режиме в штатном режиме не зарегистрировано. По системе 112 поступило 321 вызов. Принято 286 звонит. Брошено заявителем 33. Передено в центре обработки вызова два вызова. Реагирование на все вызовы проходило в рабочем порядке. В Электрогорской городской больнице существуют проблемы с отоплением. В больнице 135 человек, прием походу 51 обращение, по скорой 87. У нас прохладно, холодно, пищеглопия. Из-за шагирования мы сейчас занимаемся. Раньше такой проблемы не было, да? У таких родов к своему обращению. И у нас горячая пора. После этого мы делали штат. У нас очень отделный. Работаем мы. По территории остальные помещения, здания, стекло. Но есть проблемы также на прачечной. Здесь будем устанавливать дополнительные обращения. По очистке территории от снега. Работы проводятся. В Роспотребнадзоре зафиксирован резкий подъем заболеваемости ОРВИ, а также есть случаи кишечных инфекций и ветряной оспы. В прошедшую неделю у нас регистрируется резкий подъем заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Превышение эпид-порога по всему населению идет на 52%. Среди детей от 3 до 6 лет на 79% превышение эпид-порога. У школьников незначительно, но все равно на 11%. И 15 лет и старше на 31% превышение эпидемического порога. То есть мы можем войти в период эпидемии, в полосу эпидемии. Поэтому сейчас основная задача, опять же, фильтров в школах, в детских садах, недопущение больных к работе, как во всех учреждениях организации, так и, конечно, в детских дошкольных учреждениях и школах. Задача стоит также обеспечение города противовирусными средствами, потому что поступили сигналы, что в некоторых аптеках резко отсутствуют просто противовирусные антибактериальные препараты. В больнице необходимо проверить наличие средств индивидуальной защиты маски, опять же, противовирусные средства, которые вы должны сотрудникам выдавать. Посмотрим еще по результатам следующей недели. По всей видимости, придется вводить карантин в больницу. Но придется, по всей видимости, устанавливать какие-то, обращаться к работникам торговых предприятий, чтобы по возможности они работали в масках, хотя они с трудом на это идут. Но все-таки обращение должно быть. И если вот такая ситуация будет, то нам эти все решения нужно будет проводить решением КЧС. Значит, мы наблюдаем до следующей недели, какая у нас будет сто. По другим еще инфекциям у меня. Значит, два случая кишечной конферкции. В одном случае болел взрослый, в одном неорганизованный ребенок. У многоветремной оспы. 25 случаев заболевания. Для эглитровых это много. В 24 случаях болели дети. В детском саду 41, 39, 35, 40. Школа номер 2, лицей. Школа 16. И болели также неорганизованные дети. Один случай часовки у взрослого. Это микроспория, один случай заболевания в 16-й школе и вне больничной пневмонии. Четыре случая заболевания. Хочу сказать, что нелеченные заболевания могут приводить сейчас к небольничной пневмонии. Поэтому еще раз призываю население ни в коем случае не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью в лечебные учреждения. В отделе культуры на прошедшей неделе проводилась следующая работа. На прошлой неделе в отделе учреждения культуры была следующая работа. Готовили и сдавали статистические годовые отчеты в Министерство культуры, Министерство форта и главный правительственный коммуникаций. Сейчас идет подготовка на проведение в Доме культуры областного фольклорного этапа конкурса и университета в Москве. Предстоится 23 января в Доме культуры в 11 часов утра. Мы ждем на этом мероприятии более 20 фольклорных коллективов из Московской области. Также 29-го мы готовимся к проведению поэтического областного конкурса «Монтрай-Родной». Сейчас мы ведем работу, подготовку к проведению мероприятия городского лужня-электродоза. Отдел образования работает в штатном режиме. На прошедшей неделе в системе образования прошли следующие мероприятия. 12 января мы вывозили группу детей в город Чихов на губернаторскую елку. 13 января на базе методического центра состоялась методическая гостиная по подготовке участников к муниципальному этапу конкурса «Педагог года-2016», который начнется у нас с 20 января. На прошедшей неделе началась подготовка к городским педагогическим чтениям по теме «От новых стандартов к инновационной деятельности». Планируем проводить педагогические чтения 9 февраля 2016 года. В воскресенье 17 января во всех общеобразовательных учреждениях состоялось добровольное диагностическое тестирование выпускников 9-х и 11-х классов по русскому языку. 9-е классы проходило тестирование в формате основного государственного экзамена и приняло участие на 105 обучающихся в 11-х классах. Тестирование проходило в формате единого государственного экзамена. 60 выпускников приняли участие. Остальные вопросы в рабочем порядке. Заведущий отдела социальной защиты населения озвучил следующую информацию. На всех учреждениях по адресу Министерства Санкт-Петербурга Московской области ни шутки ситуации не было. Головная задача сейчас – это приемное заявление на даботу в 700 рублей. Хочу сказать, что мы принимаем заявление с 9 за 6, но с перерывом на обед. Обед у нас с 13 до 14. Также хотелось бы отметить, что с 1 января 2016 года вступил закон в СИО-419 ФЗ. И хочу обратиться ко всем директорам. Мы письма информационные подготовим, что у нас все учреждения, где должен быть инвалид, может появиться инвалид и получить какую-то услугу, должно быть адаптировано хотя бы минимально. Это антрастные полосы, кнопки вызова. Также приказом должны быть утверждены сотрудники, которые ответственны за работу с инвалидами. Информационная работа проведена. Также у нас не по нашей вине произошел небольшой инцидент. У нас в новогодние праздники и на первой неделе Нового года не работали некоторые социальные карты. Это связано с тем, что МОСТО Трансавто сменили терминалы, но сейчас проблема решена. И я хотел бы жителям обратиться, потому что все социальные карты не работают. Текущая работа, работа с обращениями граждан. Работали выходные, сдавали отчеты, баланс. И 29 января у нас намечена дата на переход по новому программному обеспечению. Ну, соответственно, в этом направлении тоже работа ведется. В общем, какая-то помощь не знаю. Ну, по всей всему рабочей порядке. Территориальным отделом номер 13 Госадомтехнадзора были выявлены административные нарушения. На территории городского округа Электрогорск было выявлено 12 административных нарушений по фактам нарушения порядка зимней уборки. В основном все они были выявлены на прилегающей территории торговых объектов, ну, а также объектов РЖД. На этой неделе мы продолжим работу по контролю за проведением работ по зимней уборке. Особенно это касается сетевых объектов, сетевых торговых объектов, торговых объектов в том числе. Ну, и не только по уборке, но и вывозу снега. Напомню, озвучу требования закона благоустройства. В первую очередь, на что мы обращаем внимание, это очистка тротуара на всю его ширину до покрытия на прилегающей территории. Вывоз снега должен проводиться в течение суток от крупных торговых объектов, социально значимых объектов, в течение пяти суток от всех остальных объектов. Эти сроки необходимо выдерживать. Очистка тротуара должна проводиться не позднее 12 часов после окончания снегопада. Поэтому в сегодняшних условиях работа эта принимает очень большое значение. Во вторник мы подключаемся обязательно, Игорь Петрович, и проезжаем. Ну, что касается дорожных служб, то, скажем так, таких острых критических моментов мы не наблюдали, но рука на пульсе. То есть мы смотрим. Хорошо. Нет, все, спасибо. Хорошо. Дорожники услышали, да? Завтра объезд, плюс в среду я в том числе еду смотреть. Поэтому поднимательнее убираем, очищаем, готовимся к снегопаду. Пожарная часть номер 110 осуществила пять выездов. Прошедшей неделе было пять выездов. Через годы до два. Один на тушение мусора, на безымянный, один ложный. Приводительная зона была длинная закона, не подтвердилась от окна. И, значит, мы при ряду выезжали в район древнего Васютина, там, возле СНК. Защики проводили какие-то работы, значит, для мусора. Ну, там что-то разогревали, бросили. Значит, мы при ряду в поле еле доехали. Значит, мы тушили торф. Сегодня будет организован дежурство. Сегодня пожарная часть. Доклад закончен. О правонарушениях и преступлениях в городе проинформировал присутствующих начальник электрогорского отдела полиции Сергей Пронин. В прошедшую неделю было 41 сообщение. Из них смертей 2, ДТП 1, телесные повреждения 2, повреждения имущества 2, грабеж 1, кража 1. Выявлено 31 административное правонарушение, возжено одно уголовное дело. Уголовное дело возбуждено в отношении лица, совершившего разбой в отношении одного из жителей городского округа Ветрогурска. Отнял золотое изделие под угрозом ножа. Лицо задержано, арестовано. Слястье продолжается. На этом еженедельное совещание было завершено.